Электронные средства коммуникации прочно вошли в нашу жизнь. С помощью интернета можно быстро получить ответ на многие вопросы, связанные с действующим законодательством и правилами оформления тех или иных документов. А также воспользоваться государственными услугами, которые в том числе оказывает МВД России. Подробности далее. Бумажные волокиты уходят в прошлое. Теперь все пользователи всемирной паутины могут подать заявление или обращение в свой районный отдел полиции через специальный портал госуслуги.ру, к примеру, чтобы получить лицензию на оружие. Так как приемных дней у нас три в неделю, очень большой процент сейчас граждан, собирающихся приобретать охотничье оружие. Поэтому в приемный день народу приходит очень много. Если граждане будут обращаться через единый портал государственных услуг, и людям ходить к нам не придется, все можно будет сделать через интернет, через единый портал государственных муниципальных услуг. Не придется тратить много времени и на получение справки об отсутствии или наличии судимости. За ней обращаются медики, педагоги, все, кто работает с детьми, а также родители, оформляющие опекунство. Работа достаточно большая. Эту услугу предоставляет информационный центр Главного управления внутренних дел. Мы являемся сотрудниками, которые принимают заявления от граждан и выдают готовую справку об отсутствии судимости. Срок предоставления этой справки 30 дней. Чаще всего жители обращаются в госавтоинспекцию, где оформляют регистрацию автотранспортных средств, выдачу водительских удостоверений на право управления автомобилем, снятие с учета машины для утилизации. С начала этого года по этим вопросам в РЭО ГИБДД района обратилось почти 24 тысячи автолюбителей. Ежедневно это порядка 30 человек, а в выходные эта цифра удваивается. Физически один инспектор, сидящий на окне, не может справиться с таким потоком быстро, чтобы предоставить в течение тех же 30 положенных по регламенту минут свое заветное водительское удостоверение. Или даже его обменять, я уж не говорю о первичном получении, потому что процедура немножко побольше времени занимает. И я хотел бы подчеркнуть, что здесь через портал госуслуг, запись на который занимает не столь долгое время, вы сами себе, водители и лица регистрирующих транспорт упрощаете саму по себе процедуру. Востребована в последнее время становится дактилоскопическая регистрация. Каждый житель может прийти в отделение полиции и сдать отпечатки пальцев. В дальнейшем это может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи, бабушку, потерявшую память, или трудного подростка, постоянно сбегающего из дома. А при утрате документов за границей, дактилоскопическая регистрация позволит избежать многодневных разбирательств, и вашу личность быстро идентифицирует в полиции. Обратиться за данной услугой можно теперь и через интернет. Интернет обращение гораздо удобнее, можно не выходя из дома направить. Мы это сообщение принимаем, даем незамедлительно, в течение 30 минут человек получает ответки в помощи СМСа, и в любое удобное для человека время он приобращается к нам в отдел, не надо писать каких-то дополнительных заявлений. Буквально в течение 10 минут он получает данную услугу. Решать свои вопросы через портал госуслуги.ру очень выгодно, говорят сотрудники полиции. Централизованная система не дает сбоев, а значит электронный запрос никогда не потеряется, не останется без ответа. А самое главное, человеку не нужно собирать большой пакет справок из разных ведомств, а просто прийти в назначенное время, чтобы поставить подписи под заранее подготовленными бумагами и получить нужный документ.